Всем привет! На связи Евгений Киселкин. Сегодня я нахожусь в городе Тверь, куда отправили мы недавно вот эту вот баньку. Точнее, она туда уехала своим кодом, потому что это очередная баня на прицепе. Проект этот точно такой же, как был у меня, один в один, но с небольшими доработками, о которых я рассказывал в предыдущем ролике. На этих доработках хочу заострить внимание и более подробно о них рассказать в этом видео. Погнали! Подробный обзор бани можно посмотреть в ролике на моем канале. Я его делал еще в октябре месяце. Вот здесь будет ссылка. Заходите, смотрите. Сначала о внешней части бани. Про конструктив, думаю, нет смысла рассказывать, потому что сотни раз об этом говорили. Только по доработкам, по изменениям, по нюансам. Сегодня в ролике я буду много хмуриться, потому что светит солнце. На самом деле, для съемок это классно. Про основную доработку это замена печи. Значит, печь мы поменяли на печь INOX 12, модель ASTON, компания VESUVI. Классная печка, 80 килограмм камней туда влезает. Павел, да, заказчик, и хозяин этой бани дал обратную связь о том, что классно система подачи сделана. Жаркая печь, нормально работает. Получал я и другую связь от заказчиков. То, что плохо греет. Я считаю, что проблема в дровах. То есть, надо просто топить сухими дровами, и тогда все будет нормально. Значит, по поводу портала вот этого. Стал он более аккуратно выглядеть. Вот эта вот рамка проходного узла закрывает все неровности, все там пилы, которые делаются болгаркой. И нету никаких отверстий, куда там дополнительно ненужный воздух подсасывает. Есть система регулировки подачи воздуха для горения. Значит, она такая доработанная. Опять же, можно контролировать там, чтобы поинтенсивнее или по-спокойнее горел огонь в печке. Коротко по техническим характеристикам бани. Напомню просто, это модель квадро, бочка 3,5 на 2 метра. Как раз таки, вот что касается длины. После последнего видео мне прилетало очень много комментариев, заявок, в личку писали о том, что хотим баню, но хотим более длинную, 4-х метровую. И я всем говорю, что если вы берете баню для коммерции, больше размер не нужен. Почему? Потому что здесь идеальный размер предбанника для того, чтобы люди могли выйти, посидеть, немножко передохнуть, перевести дух после парения. И все. И дальше они выбирают либо идти обратно в парилку, либо идти куда-то на улицу, в дом, в беседку отдыхать. И там уже как бы застолье у них. А если мы берем 4-х метровый размер бани, тогда мы получаем просторный предбанник со столом, с лавочками, с зоной отдыха комфортной, где как раз таки в этой зоне будет, ну, как бы, бухич, да, чего уж там говорить. Будут сидеть, отдыхать, там, ну, выпившие люди, это все равно такие люди, которые могут что-то сломать, даже, ну, типа, не желая этого. Поэтому идеальный размер предбанника, идеальный размер парилки для 3-4 человек. Вот такая грань между комфортом и некомфортом получается. Идеально для аренды, я считаю. Еще один нюанс, про который говорили с точки зрения ведения бизнеса, что эта баня может приобретаться только человеком, у которого есть свой загородный дом. Вот вам пример, то, что баня сейчас находится на стоянке автотранспорта, без проблем, да, то есть никаких нюансов нет, есть парковочное место, баня стоит под охраной, ничего с ней не происходит. Поэтому, если вы живете в квартире, то проблем с тем, чтобы приобрести для бизнеса себе такую баню никаких нет. Также в этой бане сделана шторка, на этот раз она сразу доработана, то есть сделана система открывания, система фиксации. Ой-ой-ой. Все без проблем. Залезли, открыли, спустились. Все, пожалуйста. Окошко, такая же прекрасная панорама. Единственное здесь, мы экспериментально сделали окно в раме, так называемом фланце. Не знаю, будем получать обратную связь от заказчиков, как оно себя ведет. То есть, в принципе, это то же самое, 8-миллиметровый поликарбонат. Был спор у меня в комментариях с одним из комментаторов, да, о том, что он будет зацарапываться. Не будет поликарбонат, это не оргстекло, он более прочный. Да, но вот этот, кстати, поликарбонат, возможно его полировать. То есть, если он зацарапался, его можно полировать, а также затонировать пленкой. То есть, сейчас понятно, что холодно, но летом, в принципе, сделать зеркальную тонировку здесь. Еще одна важная доработка, я считаю, это установку бани на прицеп со смещением к дышу. Мы получали от заказчиков обратную связь, что прогибается задняя часть прицепа. Мы этот момент убрали, нагрузив оси и разгрузив заднюю часть. Также мы увеличили длину опорных ног, теперь они четко на раме стоят. Также в этом проекте мы решили проблему с кровлей. Она отрывается на перевозных банях, зимой кровля не успевает склеиться между собой. Мы прокрутили ее саморезами цветными. Внутренние помещения бани остались без изменений. Единственное, наверное, поменялся цвет стен, более такой коричневый. Это цвет орех и более темный цвет полков. Вот эти визуальные моменты по покраске, их вообще индивидуально можно в каждой бане. Кто-то бесцветное хочет, кто-то там с такими цветами, кто-то с такими. Естественно, мы к этому подходим таким образом, что хотите, без проблем покрасим в какой вам надо цвет. По интерьеру двухуровневый получается полок, нижняя часть убирается. Здесь есть небольшая лавочка для того, чтобы горячую воду можно было наливать в запарнички, там шайки и так далее. Есть полочка под холодную воду. Ну и соответственно, само вот это вот окошко панорама. Прекрасная, красивая. Окошко для проветривания а-ля второе дыхание. То есть по внутренней части это все один в один. Еще раз говорю, заходите, посмотрите видео. То есть там все вот прям как есть. ну и собственно вот предбанечек. Сижу и а-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На лавке здесь еще рядом один человек поместится и напротив меня два человека. В принципе, не мешая друг другу, можно расположиться. Как раз об этом я и говорю, что здесь удобно недолго находиться. И это для аренды очень прикольная история с точки зрения амортизации продукта, да, то есть амортизации бани. Пришли, никакого тут застолья, ничего. Исключительно банные процедуры, исключительно такой положительный, позитивный отдых. На этом я ролик буду заканчивать. Пишите комментарии, очень интересные получаются обсуждения. Мы прислушиваемся ко многим комментариям, внедряем какие-то доработки, еще что-то, анализируем ту информацию, которую вы нам даете и соответственно в будущем у нас получится еще более интересный, еще более качественный, более востребованный продукт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте вот так вот. Нас все больше и больше, уже практически 1200 подписчиков, поэтому только вперед, погнали к новым проектам. Все, всем удачи, пока-пока. Увидимся в следующих роликах.